Дорогие зрители, всем доброго времени суток, всем привет! Чатик Твиче, наконец-то для вас начинается матч Еретикс против Астрали, сработан на этом матче будет Фланки и Сеня, привет Сеня! Здравствуй, здравствуй! Ты тут? Да, все отлично! Ну что же, у нас небольшая задержка этого матча получилась, потому что там рубились Немига против Виндстрайк на трех картах, реально показали настоящую игру, но теперь Астрали с Еретики! И первая карта ДАС-2, это выбор Еретиков, кстати, Еретики очень неплохо себя показывают на турнире, как мы знаем, так что против Астралис тоже будет интересно за ними понаблюдать, и чего мы ждем от карты ДАС-2, по крайней мере пока смотрим пистолетку. Ну, в любом случае это Астралис, и тут будет довольно трудно, как бы Еретики хорошо не играли. Выход на Аплент, Зипекс пытается отстарить картинку вместе с тиммейтами, там еще на единице находится XMS, он видимо палки, Ашима пробует уйти назад, ситуация 2-4, бомб можно ставить, через Зик попробует убивать Мака, но, конечно, шансов у Еретиков немного. Хотя, если быстрые киллы вот сейчас бы оформили, то нет, но посмотрите, как же тимплейно сыграла команда Астралис, ребята вместе упали вниз и сделали свой минус. 1-0 за датчанами. Да, я, кстати, понял, что у нас немного, чуть-чуть разница есть в задержке, сейчас 5 секундочек, кое-что сделаем. Да, то есть у нас Астралис берут пистолетку. Ты на первом или на втором сервере? На втором, вот. Давай я зайду. Я туда зайти? Ну, давай ты зайдешь, да, давай я не буду перезагодить, если ты зайдешь, будет не так уж и плохо. Астралис, да, взяли пистолетку, сразу же закупаются, будут ли форсировать Еретики, да нет, остаются со своими пистолетами. Единственное, что я вижу, это девайс Зевс у Неверы, который будет находиться сейчас на позиции в центре, на Даблдоре, ждать игрока, который попытается, возможно, засплитить Бепплент. Но у Астралис другие планы, они выходят именно на длину втроем. И опять же, в Суисаде здесь девайс пока что чекает. Как раз этот Даблдор на центре. У меня по таймингу сейчас 1.26, 5. 1.25, да, все правильно, да, у меня точно то же самое. И коэффициенты можно, друзья, сейчас посмотреть. Пока 5.32 на Эретиков и Астралис 1.14 на данный матч. Понятно, что Астралис у нас здесь являются фаворитами. Ну, кстати, а ты что думаешь? Все-таки, а правда ли так? Астралис сильны, но Эретики, по-моему, реально очень хорошую игру показывали на протяжении тех матчей, которые мы уже увидели. Но Эретики это та команда, на которую, мне кажется, можно ловить кайф. Действительно, ребята играют достойно. И Астралис, ну, понятное дело, уже не те же лесобетонные парни, которые никогда вообще не ошибаются. То есть, они много раз проигрывали за последнее время и матчи, и конкретные карты. Поэтому можно рисковать, но ты никогда не знаешь, да, когда Астралис играет не так хорошо. И в этом главная интрига. То есть, с одной стороны, ну, перед матчем там смотришь, да, на ХЛТВ. Астралис и Эретики, ну, вроде 2-0, да. А на самом деле, может быть, 2-1 и какие-то допы, и Астралис там на третьей карте еле-еле вытащат. То есть, такое исключать не стоит. Ну, я вообще посмотрел по ХЛТВ, по статистике тех карт, которые мы с вами будем смотреться на этой серии Best of 3 со зрителями. Там винрейт у команды Еретиков очень неплохой. Что на первой карте, что на второй, что на третьей. Да, возможно, там команды были немного пониже уровнем, что оппоненту Астралис, но все равно. То есть, с уровнем игры Еретиков в этот винрейт поверить можно. Что, третий раунд у нас там, второй раунд закрыл Zipix, забрал еще своего тиммейта на длине, но ничего страшного. Команда Астралис 2-0 начинает вести и выходит сейчас в сплит Бэплэнта. Через А... да, тут нас через дверь в Довлдоре прошли. Три игрока забирают Неверу, забирают Иксэмэса. И остается лишь три игрока Еретиков, которые, скорее всего, справятся сейвить свои девайсы. Что мы, в принципе, видим. Ну, тут другого варианта не дано. Три на пять. Слишком далеко находились игроки защиты, поэтому, естественно, без шансов. Но мне кажется, что игроки команды Астралис попробуют сейчас аккуратно, медленно выбить. Это не так легко, как кажется, но, в принципе, реально. Как, я думаю, вот Яму поубить. Тамака, его заметили. Летит одна граната. Коктейль Молотова. Еще один коктейль Молотова. Девайс вот так и забирает Мака, но это последний Киашима. Понимаете, Дас-2 не та карта, где ты легко сейвишь. То есть, это там не мега большой верпасс, например. Или вот когда такой буллстоун был. Вертига тоже, мне кажется, огромное количество разных нычек. Тут все довольно понятно. И пять игроков команды Астралис сделали грамотное выбивание. Потому что не надо давать сопернику, экономить. И, соответственно, соперник должен тратить постоянно деньги. Ну да, но у еретиков сейчас денег нет, чтобы их тратить. То есть, это опять пистолетный раунд. Астралис, видимо, и следующий раунд, и точнее данный раунд, будет брать. Сейчас пока что смоки, флешки, пытаются выкинуть еретики. Но тут уже выходит девайс. Минус есть также у нас еще и дюбри хотя бы в размен пустили. Сушены пистолеты. Забрали двух игроков. И тут, на самом-то деле, можно попытаться еще кого-то убить. Но остается лишь один джок защиты. Он справляется с Маджейском. И забирает по 250 своего павшего тиммейта. Ну, ждет у нас зипик своего тиммейта, который выйдет сейчас через Аплент. Ну и зипик сам, конечно, уже справляется. 4-0 пользу Астралис. Ну, хороший старт для них на пике оппонента. Даст-2, последний, кстати, от Переративкова у нас с Астралис играли. Последний даст. Ну-ка, сейчас даже стоит зайти глянуть. Против Виталийте. В любом случае, на Дасте-2 стоит не забывать, что карта интересна тем, что одной из команд, даже при большом серьезном поражении, при серьезном стрике, важно взять в конце 4-5 раундов. То есть, в принципе, можно потом показывать во второй стороне тоже довольно хорошую атаку. Иногда эта карта бывает как раз-таки карта атаки. Снайпер на центре промахнулся только что. Команда Астралис тем временем занимает зигзаг. Мэджис неплохо накаляет обстановочку на лонге. Тем временем, 3 игрока у нас внутри под ступеньками. У Дачан начинается выход. Мака забирает Дипикса. Мэджис коформил 2 кила, но при этом Мака на старте сделал минус. Мэджис дал, конечно же, инфу. Дюпри классно подловил Неверу на центре. И, соответственно, происходит ротация от команды Астралис. Они идут в направлении Планета Б. Да, но тут есть один опорник. XMS. Здесь сейчас попытается принять этот выкат. Есть, правда, здесь сразу же смог. Затушили молик. Принимает одного. Забирает еще и Глэйва. Ну и остается лишь Девайс. И тут момента будет. Нет, Девайс такого не прощает. За двух тиммейтам пстит и ситуация один в один. Но как бы снайперская дуэль, да, у нас Девайс против Мака. Бомба ставится. И тут уже время будет играть в пользу Девайса. Ну, Мака играет на центре. Он не увидел, по-моему, Девайса, который перепрыгнул на пятачок. Соответственно, он, скорее всего, ожидает датского снайпера где-то справа. Да, вот смотрите, как он выцеливает им на правую часть Планета. Но проверит. О, смачок. Это уже неплохо. Бомба, кстати, не самая удачная для Девайса. Коктейль Молотова. ХП отлично. И это просто Дефуз. Без, без ничего. Дефузки там нет, но в итоге Девайс сгорает. Не понял Девайс, как правильно играть. Может быть, как-то распрыгнуться можно было, интересно. Да можно было попробовать. Ну, в итоге, это отличный клатч-раунд от Мака. Молодец. Да. Тут, конечно, не снайперской дуэлью все закончилось. Но в любом случае, гранаты здесь очень сильно зарешали смог и молик. И не было здесь сейчас у Девайса какого-то смока, чтобы потушить этот молик. Действительно, распрыжку он не попробовал здесь делать. Ну, и ретики взяли первый раунд на своем пике. 4-1. Ну, как бы, хоть какой-то старт пока что отвечают. Астралис. Так. Ух, какой хороший тайминг поймал здесь Мака. Все-таки он фулл флэш был. Просто словил тайминг выхода Девайса и сделал точный выстрел. Авик от Мака, МПХ от Лаки. И бай не самый, конечно, хороший. Но при этом уже 2 снайперские винтовки подобрали игроки защиты. И тут будет довольно проблематично. Стоит у нас один на лонге. При этом Ранбулл подготовила команда Астралис. Мака вычисляет Зиг. Астралис передумали. Или опустили они все-таки Дюпри. Но в любом случае, по идее, легкий фраг для Мака. Да, он, по-моему, даже заметил. Должен был заметить чубчик Дюпри. Ну, ему тут Смока прокинули. Он в итоге играет еще агрессивнее. Оп! А вот этот промах мог стоить, конечно, целого раунда. Но пока что все живы у команды Еретикс. При этом откидывается Смок один на КТ, второй на КТ. Мэджис начинает действовать, чекает ворота. Его тиммейты идут на Б. И это сплит точки Б. Ой-ой-ой, нефира. А как же так ушел? Там сейчас МПшки должен выходить. Лаки со спины забирать. Мэджиска остается здесь с МТМС. Он сидит здесь на машине. Его пытаются зажрать. Втроем просто его размяли. И в итоге опять ситуация 3 в 2. Ну и выбивать пойдут ли еретики. Тут подходит Киашима. Просто чекает верхнюю темку. Тут Дюпри пока что посматривает с такого интересного угла. Тут его должен будет Киашима забирать. Да, успел все-таки подловить. Ну и что? Флешка есть. Правда, смог здесь верхнюю темку. Ну и, наверное, уже можно отступать. Да, еретики так и делают. Кстати, странное решение. 2 на 2. Я как бы понимаю, что Алик девайс довольно тяжелый. И там смоки какие-то были. Но игрок за ворот мог что-то попытаться там из окна. Или сделать минусы. Но в итоге решили сохранить свою экономику. Киашима 1000 останется. 500 у Мака. Лос-бонус в принципе довольно большой. Соответственно, оба игрока могут дать дропы. Но они, собственно, наверное, от этого отталкивались. То есть можно дать 2 девайса. И, соответственно, у нас будет полноценный бай. То есть вот на такую дистанцию пытается играть команда Eretics. То есть это то, о чем я говорил. Они, собственно, знают, что тут надо обязательно взять 4-5 раундов хотя бы за КТ. Чтобы у тебя была база. И ты мог начинать во второй половине разыгрывать свои раунды за Т. Но пока 5-1. Все в пользу команды Астралис. И у дача, вам все хорошо. Да, при том, что я тут посматривал, что команда Eretics против матча против Комплексти брали 6 раундов за защиту. И потом камбэкали на стороне атаки, доведя до допов. И потом все-таки карту они выиграли. Так, ну что у нас здесь лаки? Есть минус. Размен от Zipix сразу же последовал. В итоге 4-4 ситуация. Так, Мака. Какой момент. Снайперы встретились, но Девайс ответный выстрел сделать не смог. И тут же еще и на рекламе сидит один игрок. Только с ним справляются. Тут же выбивают бомбу из бомб-керри Дюпи. И ситуация 3-2 была. Только что Глэйв справляется с ЭМСом, который его пытался поджать. Ну и 2-2. Две снайперские винтовки у команды Еретиков. Посмотрим, как они здесь отработают. В принципе, позиции у них понятные. Один игрок контролирует длину, другой как-то там посматривает шорт. Уйдет сейчас Глэйва. Есть выстрел. И это точное упадение. Ну, в любом случае, Zipix один из лучших латчеров. Мы это знаем. Выходит. Мог только что забрать игрока на PC. И вот 2 снайпера. Ситуация довольно тяжелая. Невера. Пытается нашивать через Мог. Дымовая завеса вот-вот пройдет. 30 секунд. Zipix. Все думает, как же лучше ему сыграть. Но явно не хватает какой-то гранаты или коктейля Молотон на картинку или флешки. От единицы. И, в конце концов, команда Еретикс берет все-таки раунд. Ну, вот видите, позапрошлым решили засейвить. И взяли, собственно, прошлый раунд. Потому что был все-таки полноценный бай. 5-2. Команда Астралис, кстати, потеряла львиную долю своей экономики. Но, мол, понимают, раз там 2 выжило, опять же дают дропы. И у команды Еретикс не все так сладко. Поэтому Астралис решили зафорсить. Посмотрим, насколько это правильное или неправильное со стороны экономики решение. Ага, так они решили не только запорсить, они решили еще и зарашить. И зарашат они сейчас бэп ленту. Джавик, есть! Отличный шот! Невера! Простреливает двух игроков! Правда, девайс делает минус с единственным девайсом, который был полноценным автоматическим оружием. АК-47 у девайса. Ну и он против трех игроков. Ему тут прилетает еще смок. С Хаешки, которая залетела. Молик в окно. Но можно поставить бомбу. И в итоге бомбу девайс все-таки скорее всего попытается заплентить. Байтит. Чекает окно. Киашима. Киашиму заметил. Там просто сейчас еще и в дверях два игрока находятся. Вступает от молика. Но Киашима все-таки находит этот фраг. Забирает девайса. И снова две снайперские винтовки на руках у еретиков. Но тут, конечно, можно отметить все-таки снайпера Неверу. Который сделал вот это вот два фрага прострелом на б-пленте. В итоге уменьшил боевую силу Астралис. Я бы отметил, если честно, команду Астралис и ее решение прорашить. То есть довольно важный раунд. И вот как раз-таки вот эти моменты показывают, как лично мне просто, что это уже далеко не те дачане, которые какое-то время серьезно доминировали. Слишком простой раунд они выбрали. И, соответственно, жесткий стрелковый состав команды Эритикс, он, конечно, справится с любым видом раша. Да, они это подтверждают и на этом раунде. Три фрага со снайперских винтовок. Два снайпера команды. И Невера два фрага. Мака один фраг сделал. Киашим поджимает коробку. И чуть ли не выходит в спину. Ну да, да. Есть информация. В спину сейчас должен будет забирать Киашима. Да, Киашим, этот зипик самый легко расправился. Но Иглэйв остается последним. Он здесь сейчас проходит в дабл-дор. С глака хочет перестрелять Мака. Но Мак здесь непрост. 5-4. И вот ты говорил о тех самых минимальных раундах. Да, там 4-5. Тут уже у Ириков 4 раунда за сторону защиты. И это еще не конец этой половины. Ну, в любом случае, команда Астралис показывает, что у нее можно брать раунды. И, не знаю, за КТ играть на Дасте тоже не совсем легко. Астралис, конечно, может быть, сейчас уже не в плохой форме находится. Но, с другой стороны, те ошибки, которые были допущены в этой игре, могут им помешать. Отыграть железобетонно в защите. Еще один раунд. Калаши Галилы. На Датчан намного лучше бай, естественно, команды Эритикс. У них по-прежнему два авика. Кстати, два авика на Дасте на регулярной основе за КТ мы видим не так уж и часто. И вот как раз-таки французская команда, одна из немногих, кто использует буквально постоянно. То есть, на самом деле, сначала была у нас доминация команды Астралис. И как только Эритики взяли два АВП в защите, они потихонечку стали набирать свои очки. Да, при этом один девайс они купили сами, и один выбили из девайса. До сих пор, кстати, трофейный девайс имеется универа. Так сказать, заряженный скиллом универа. То есть, этого авика там кладет на центре достаточно много игроков Астралис. Так, ну что, смог. Тут интересная сторона защиты на подъеме. От них же смог был. То ли он не долетел просто, скорее всего. Подходит у нас в итоге на точку А. Через Зиг начинается раскидка. Летит смог, летит флешка. Довольно серьезно раскинули игроки команды Астралис эту позицию. Глэйб очень красный, упал вниз. Теперь имем Лаки. Пока не нашивает смог. Пытается ворваться. Лаки делает килл. Дю при тем временем проверил этот врыв. Тоже сделал минус. Но и Мака пойдет через лонг. Есть игрок на Зиге. И команда Астралис пока довольно хованно играет на Апленте. Но вот здесь сейчас многое решится. Если Девайз делает килл, соответственно, одна из ключевых позиций будет взята. И вот сразу же, посмотрите на радар, XMS развернулся. И точно так же не торопится Мака. То есть команда Эритикс согласна отдать тот раунд. И команда Астралис, наконец-то, спустя серию из трех от команды Эритикс, берет еще одно очко за атаку. Да, причем неплохо. Можно, кстати, сейчас, наверное, даже будет посмотреть коэффициенты после этого раунда. Смотреть, что у нас там сейчас изменилось ли. Так, кстати, там Авик, по-моему, забирает Мэйджиск для своего тиммейта. Нет, Ави как раз, по-моему, тот самый Ави Девайса, который был очень долго у Невера. Который сделал с него достаточно много минусов. Так, ну и коэффициенты на данный момент. Эритики 4.19, 1.21 Астралис от сайта GGBet. Это на всю серию. Я всегда напоминаю, то есть это не на карту ДАС-2. А в этой серии у нас, как всегда, БО-3. Все эти матчи, как ЦИС региона, СНГшного, так и Европы, всегда играются БО-3. И ДАС-2, Инферно, не в этом... В принципе, например, Астралия взяли Инферно своим пиком, но еретики на карте могут тоже удивить. Да и на Дасте еще... Не, не все закончено, да. Все закончено, да. Тут довольно интересно будет наблюдать, особенно... Да и в первой стороне, но во второй тем более. Ждем пока. Вторую сторону у нас 11 раунд на экранах. Здесь был такой рандбуст, запрыгнут. Зачекали шорт, Невера! Делает минус по девайсу. Закупили, кстати, уже второй авиком на Ретикс на этом раунде. И, как мы видим, не зря Невера здесь с этим авиком отстаивает именно центр. Забирает и на Суисайде, и на Пальме, и на Шорте игроков Астрали. Здесь пока полетели смаки флешки. Выход опять под Аплент от Астралис. Тут опять же еще и Молик. Но, как мы видим, на пункте никого нет. Заняли более дальние позиции Апинджа. Один игрок на рекламе. Мака промахивается. Флешка полетела. Ей нужно немного отступать. Видимо, ему. Что он и делает сам. Ну, Мака в любом случае отпускает сейчас. Чекает Аплент. При этом команда Эритикс будет показывать нам с вами хорошее выбивание. 5 на 3. Правда, как бы допустить ошибок. Обязательно нужно отступить классную флешку. Они этого не делают. Мэджин в итоге не слепой. Сделкил, но при этом Киашима сыграл на размене. А вот Зипикс неплохо вышел сейчас через центр. Забирает лаки. Помогает своему тиммейту. Невера, правда, с густа. Моментально отвесил ему. Тем временем Глейв отлично забирает двоих. Остается 1 на 1 против Мака. И почему-то не стал уходить на Зиг. Хотя оно того стоило. Но, видимо, он не поверил, что успеет. В итоге Мака отлично отыгрывает против капитана команды Астралис. И практически приближается по счету к ничьей. Ребята из команды Еритикс. Хотя, опять же, начало было совсем не в их пользу. Да, тут равный счет. Так еще и преимущества Еритики могут набрать. Потому что по экономике Астралис проседают. Денег у них сейчас после данного закупа нет. Понятно, что у них там лос-бонус какой-то будет капать. Но он не особо большой. И поэтому придется какие-то раунды, возможно, также пытаться там чуть ли не форсить. И исполнять то, что они исполняли на Б. Один раз. Хотя тот раз у Астралис получился неудачным. Ну, ладно, посмотрим 12-й. Там уже увидим, что будет дальше. Здесь пока два опорника есть на длине. Залетает Хаешка. Киашима под эту Хаешку занимает этот бокс. Зипикс пока что чекает. Ну, вроде, кстати, он упустил момент. То есть пропустил этот бокс игрока. Пока что там тоже в этот бокс выходить не собирается. Ну, и через мид действует Астралис. А тут очень интересно. Лаки подходит. Лаки зажим. Работает. Флешка, правда, в него прилетает. Но там немного ослеплен игроки. Астралис в итоге в ответ стреляют. Но пока не наносят дэмэдж. А тут Киашима. Ой-ой-ой. Киашима, Киашима. Делает минус. Это entry kill для еретиков. Ну, и Астралис. А что делать сейчас? Они вот остались на центре. Минута времени. Киашима у них где-то в спине ходит. И Киашима снова будет стрелять в спину. Но информация по этому уже есть. Так что нужно прикрывать. А тут уже и Невера подключается. Как-то... Как их вообще... Я вообще просто не узнаю команду Астралис. Что это происходит. Бегают туда-сюда по центру. Ничего сделать не могут. И... Ну, как-то все совсем очень плохо. У них не было контроля карты. Собственно, из-за этого Киашима поджал. После Паджима, опять же, не пришла им идея в голову. Ну, как же нужно грамотно разыграть. Они все так же не сумели законтролить мид. Не сумели законтролить спину. И просто-напросто уже с двух сторон игроки команды Eritix начали отстреливать. Насколько уверены в себе ребята из команды Eritix. И как же четко они расконтролили команду Астралис. Респект и уважуха. Счет 6-6. Ничья 3 раунда у нас остается до окончания первой половины. У Астралис нет денег. Диггл и Смок у нас одни, кстати. Тем временем... Тайм-аут, кстати, почему-то не устанавливают Астралис до сих пор. Ну, видимо, зоник и так, собственно. Что-то как-то говорит, подбадривает ребят. Или у Глейва есть четкое понимание того, как стоит играть. Но, как мы и видим, сейчас еретики, возможно, выйдут впервые вперед на карте Дозван. Да, есть такая возможность. Опять антрекилл. Сколько антрекиллов делают Eritix на этой карте? Постоянно находится килл где-то неверы. Кто-то еще поджимает. То вот как раз Киашима. Да, происходит что-то с чем-то. Ранбуст опять же на шорт. Молик здесь залетает. Без армора выбегают Астралис на шорте. Правда, проходит только Мэджиск. Остальные игроки пока что отрезаны. Мэджиск здесь не спешит. Попытается поймать Лаки. Но Лаки контролит своего оппонента. Да, есть хаешка. Какая болючая с чемолик. Да гори, девайс. Команду Астралис, ну, похоже, уничтожает пока еретики. Прям хорошую ответочку они делают на те раунды, которые Астралис забрали на первой половине. Все тут забрали хотя бы неверу. Бешеного снайпера команды еретиков. И в итоге ситуация 2 в 4. Сложно такое выиграть. Ну, в любом случае, 2 дегла попробуют сейчас сделать какие-то киллы. Но моментально клейп падает. Остается последний зипикс ненадолго. 7-6. Отличная работа от Еретикс. Ребята на своем пике стали показывать неплохую игру за дефенс. Ну, и как-то подздулись великие некогда датчане. По РСП у команды Астралис сейчас, в принципе, все неплохо, чтобы выйти на лонг. Но, по-моему, они в ту степь даже не смотрят. Естественно, это закуп. Это, скорее всего, снайперская винтовка для Девайса. И 4 автомата Калашникова. Нашиваю от ворота. Тем временем Девайс увидел мид. Мака понял. И пока не высовывается. Хотя нет, пытается. Но тут ребята друг друга не видят. Смог на мясном. В итоге Девайс откинул флешку. Невера ослеп. Девайс подошел поближе. И команда Астралис готовит быстрый выход на точку Б. Да, тут Смог сейчас развеется. Как раз через подэт Смог и будет выходить. Есть флешка. А тут, правда, ХСМС его не контролит. И Невера на пару с ним разбирается. Правда, зажим немного подвел. Глэйв забирает двоих. Одного Смолика. Другого зажимает Сака. Ситуация 3-3. Но бомбу пока не занесли на плент. В итоге Лаки здесь пытается дэпить. Также там еще и зажимает через дверь второй игрок. Но, как мы видим, Астралис пока не спешат. Очень планомерно они выходят на этот плент. И также еще со спины сейчас будет отыгрывать Девайс. Девайс в зуме идет. Увидел Мака. В итоге уже уменьшил количество игроков Eretix на этом раунде до двух. И теперь уже чуть полегче становится. Выходят они все через верхнюю темку. Но тут Лаки. Лаки контролит это дело. Но Zipix его забирает. И остается лишь Киашим. И Глэйв с ним также не расправляется. Команда Астралис. Затащили этот раунд. Ну, тут, если честно, уже ребята из Eretix немножко не доиграли. Почему-то они мидл не контролили. Поверили, что все три человека вышло на B. И все будет для них так просто. Я уже готов был критиковать команду Астралис. Особенно мне не понравился вот этот смок, который опрокинули игроки сами же, когда тушили коктейль Молотова. И, соответственно, он мог реально сыграть на руку игрокам команды Eretix. Да и вообще в ситуации 3-3 как бы можно было разыгрывать спокойно. И никто их не заставлял так быстро выходить на B. Но в итоге вышли. И благо Дивай зашел в пилу, сделал первый килл. Это было крайне важно. И ребята все-таки сумели затащить. Снова датчайни у нас под B. Есть игрок в воротах. Есть игрок перед Лангом. В этот раз все-таки как-то больше от халда решили сыграть игроки команды Астралис. А Мака играет как же агрессивно. Он забирает первого. Иксэмэс на ящике. Глэйв его чекает. В итоге всмок. Иксэмэс делает минус. Иксэмэс падает. Не знаю. Глэйв дал инфу. Иксэмэс не может пройти один из игроков атаки. Никто никого не видит. Иксэмэс. Это еще и бирстол было сделано, чтобы вы понимали. На ближней дистанции. Какая жесть. Какая развязка первой половины. Что за ежик в тумане этот Иксэмэс? Ну вот у нас правда здесь Дивайс делает фраг. Остается один против трех. Понятно, что нужно выбивать. 53 секунды у него еще есть для того, чтобы развлечься с игроками на B планете. Ну вот Лайки здесь уже смотрит. Дивайс может сейчас подставиться. Лайки. Лайки, по-моему, заметит его первым. Да и неверо. Тут на самом деле с МПшкой тоже не прощает. Ну что же. Это 8-7. Еретики берут первую половину за защиту. И теперь будет исполнять за атаку. Да уж. Так, ну пока можно взглянуть на коэффициенты, что у нас во время этого перерыва показываются. 3.52 на Иритикс и 1.28 на Астралис от сайта GGBet. Ну... Ну на Иритикс туда-сюда плавает немного, а на Астралис все-таки все равно он как-то так железобетонно прилип. Ну Астралис топ-3, Иритикс и Иритики топ-30. Разница в 27 строчек между этими командами. Но мне кажется, что Иритики тут после этого турнира могут еще и подняться. Достаточно высоко, если продолжат так отыгрывать. То есть Иритики уже идут в группе со счетом 3-1. То есть они обыграли команду Dignitas, Ends, Complexity и проиграли Fnatic. Причем Fnatic проиграли не в упорной борьбе. А что, кстати, их с Астралис и немного сравнивает. Ведь Астралис тоже проиграли Фнатиком со счетом 2-1. Так что там в группе, по-моему... Интересно, насколько вообще себя Астралис проявит все-таки во второй половине. Потому что сейчас все явно по сценарию Иритиков. На Dusty 2 они иногда ошибаются в каких-то розыгрышах. Там 2 на 2, 3 на 3. Но в целом, конечно, смотрятся очень уверенно. Видно, что глаза горят у команды Иритикс. И вот эти матчи в онлайне в рамках как европейского дивизиона, так и СНГ-шного дивизиона показывают, что... Да и американцев там есть свои сенсации. Что вообще все, что угодно может быть. Поэтому... Да, то есть если риски здесь побеждают, во-первых, это как бы ничего такого нового. Да, это не удивишь этим вообще. Просто уже стабильно. Найдутся люди, скажут, что это 3-2-2. Да, да, да. В чате всегда такие находятся. На самом деле, вот всегда в любом матче, какой матч там нереальный камбэк команд делают, а показывают хорошую игру, если кто-то там где-то проигрывает и все. И все, и до свидания. Весь чат горит. Да, друзья, не горите. Наснаждайтесь качественным Counter-Strike. Не думаю, что такие команды могут чем-то подобно заниматься. Вообще, наверное, никогда. И Астралия с Иритики борются за топ. И в рейтинге, и Сэйле, и Ашел Циви. И пытаются выйти в топ. И я думаю, что Иритики также тут сейчас пытаются побороться с TR1 командами, и у них это получается на этом турнире. Также пишите в чатике, за кого вы болеете. Я так понимаю, там в основном, конечно, все там спамят, что это Астралис, Астралис. Астралис. Ну и, в принципе, все остальное. Да. Хотя и Иритики есть тоже. Но думаю, что за темной лошадкой этого турнира, да и, в принципе, этой группы, приятно наблюдать. Пока у нас это обычная пауза между первой и второй половиной. Команды немного отдыхают в онлайне. Ну, по крайней мере, у нас же получается пауз сейчас тактических не было, да? На первой половине я не ошибаюсь. Да, но это потому, что постоянно тренеры говорят. Вообще, если вы смотрите постоянно игры каждый день, то эту тенденцию, мне кажется, заметили абсолютно все. Намного меньше тактических тайм-аутов. Бывают, конечно, технические какие-то моменты, но тактических нет, потому что тренер все время в игре, постоянно что-то говорит. С одной стороны, это круто, с другой стороны, нет. Но мне кажется, все равно мы не знаем, насколько затянется эта пандемия, когда вернутся ланы. Поэтому можно в онлайне очень хорошо прославиться, взять много разных чемпионатов, только за счет того, что тренер у тебя постоянно что-то тебе советует. И, грубо говоря, даже может координировать. Ладно, начинается пистолетный раунд. И Астралис, кстати, играет довольно агрессивно. Мэджиска тем временем оставили за Иксом под Б. Команда Еретикс выходит именно сюда. Классная флешка летит от Зипикса. Мэджис в итоге ей воспользовался. А бомба-то выпала. И сейчас проблема у Еретиковки. Киашима наказывает Дюпри и Зипикс на машине. Навесил по ХМСу. Ситуация 1-3 для Кио. Кио топит. Минус Зипикс. Бомбу можно подобрать. Глейфте временем подошел. Через Т-шку обходит Девайс. И у Киашимы все равно шансов немного. Да, но он тут забирает еще трофейный Юспик. Но он понимает, что, наверное, здесь расплетились игроки Астралис. Разделились они тут через мид и через верхнюю темку. Киашима как раз, по-моему, здесь ставит бомбу. Ну, слушай, ну бомбу поставили уже неплохо. Тем более, тут сейчас Киашима, по-моему, бокс собирает Девайс. Да, я немного не обратил внимания Киашима. Ну, и в итоге этот раунд для Астралис. 8-8. Сравняли счет после первой половины. Пистолет. Ну, кстати, возвращаясь к теме тренеров. То есть ты все-таки больше сторонник того, что тренеры не общались во время игры, да? То есть, чтобы было все как честно, как было на ланах. Нет, конечно. Ну, просто правила должны, мне кажется, контролироваться как в интернете, так и на лане. С другой стороны, если вы разрешаете, ну так и скажите тогда. То есть мы это не контролим, делайте, что хотите, да? То есть пускай там до ланов тренеры могут, словно говоря, всю дорогу говорить. Но вообще изначально мне больше всего нравились всегда правила на дримхаке. На дримхаке они долгое время были, не знаю, как сейчас. Тренеры могли говорить вплоть до фристайма. То есть на фристайме микрофон всегда размучивался автоматически, тренер мог что-то говорить. И потом во время раунда, соответственно, уже только решали там коммуникация между игроками и капитан. А тренер ничего сказать не мог. Ну и плюс были тактические паузы. Вот это я считаю оптимальной вообще формулой для коммуникации тренера с командой. Но опять же это только на дримхаке, а вот на мажорах, на ESL тренер может говорить реально только на тактических паузах. Если сейчас он говорит всегда, интересно будет посмотреть на те команды, которые тащатся сейчас в онлайне, а потом выйдут на ланы. Так это по-любому так будет потом. Это будет. Это и без тренеров было раньше. Были всегда вот... Это на самом деле публика сейчас забыла, потому что дофигища просто. Особенно на Тир-1 сцене только ланы были. Онлайна на Тир-1 мы вообще никогда не видели. А раньше так и было. Регулярно были команды, которые круто себя показывали в онлайне, а потом приезжали на ланы. Особенно это были Тир-2 команды, которые там, ну вот условный там типа спиритов каких-нибудь или форзов. Ну вот такой уровень команд, которые там в онлайне могли просто там закрывать. Одних, вторых, третьих, пятых, десятых. А потом приезжали на ланы и показывали, ну, довольно средненькие результаты. Такое, кстати, до сих пор продолжалось, наверное, и на Тир-3 уровне каких-то региональных турниров. Онлайн-квалификации потом приезжают на ланы в городе. Да, или Тир-3 так обыгрывает Тир-2. Да, ладно, это было. Так, ну что, у нас прошлый раунд получился не соль интересным. Там был эко у еретиков, поэтому они там отдались. Они, кстати, отдавались не быстро. Они там пытались как-то еще поймать момент. Не делали, как Астралис. Не летели на Б. Ну и сейчас у них появляются девайсы. Снайперская винтовка для Мака. Пока что они выходят в пицером на длину. Ну и тут Астралис пытается занять позиции, чтобы понять, где же находятся игроки команды оппонента. То есть, чекают верхнюю темку, верхней темки нет. Ну и что же. Это, наверное, информация про должна быть. Опять же, Астралис толком и не понимает, что происходит. Хотя, нет, скорее всего, понимают, что же это. Говорю. Тир-3 команды мира должны это дело читать. Смоки прилетают здесь на КТ. Проходят здесь сейчас пока что на флэн. Пытаются пострелять. Также в КТ зашивают и ретики через смок. Тут же закидываются молики от Астралис. Ну и тянут время. 46 секунд. В принципе, времени более чем достаточно для того, чтобы все-таки поставить бомбу. Потому что два игрока здесь. Хотя молики продолжают лететь. Здесь какой-то экшон на планте постоянно происходит. Молик, молик. Еще один молик от Маджиска будет сейчас закидываться. Короче, Астралис здесь все держит под контролем. Но времени все равно 26 секунд. То есть, понятно, что... На самом деле, молики моликами. Но было бы неплохо ребятам откинуть молик именно тогда, когда они слышат звук бомбы. То есть, вот сейчас. В итоге, ретики прошли, поставили бомбу. И теперь этих моликов нет. А там молик закинули, но он отскочил и залетел вниз на КТ. Ну, неудачно в итоге сыграли ребята из команды Астралис. Потому что бомба все равно установлена. И сейчас у них вершин не осталось. При этом Глейв неплохо выбивает. Лаки падает. Невера тоже. Ситуация 3-5. Мака реализовала ВП. Киашима. Где же ты, Кио? А Киашима у нас играет возле старта. На пятистале. И в итоге бомба расслужена. Хорошо. В итоге все получилось для дачан. Не хватило, мне кажется, позиционки, конечно, некоторым ребятам из команды Эритикс. Никто не обходил через зик. Никто не обходил через центр. Соответственно, все крутилось вокруг ланга. То есть кто-то был слева, по сути, для команды Астралис, да, выбивающий из КТР и Спайк. Кто-то был справа. И они об этом знали. И в итоге сделали хорошее выбивание. Хотя, опять же, молики, как бы, да, оттянули, как бы, этот момент установки бомбы. Но глобально они повлияли на ситуацию. Тут у нас уже есть энтри-фраг для девайса. Через дабл-дор простреливает, находится Мака на Т-спауне. Так что здесь уже в меньшинстве Эритики будут отыгрывать 19-й раунд. Что делать? В принципе, Зипекс контролирует банку вместе с тиммейтом. Стоит Авикс здесь. Кстати, вот как раз Астралис не играют с двумя АВП, да, как это делали Эритики. Может быть, мы, конечно, увидим это. Ну, пока досматриваем данный раунд. Флешки, смоки. Кяшем здесь пока. Немного потопал. У бокса остается. Ну, и отправляется вроде как на длину все-таки. Хотя тут сейчас еще и смок продлит. Зипекс и флешка еще залетает. Молик в ответ. Ну, и Зипекс должен, наверное, контролить дальше эту позицию. Да. Зипекс. Пока что выход через длину готовится у команды Эритикс. Он, кстати, может и похоронить этот выход. Ну, тут очень важно в паре с Девайсом сыграть. Девайс откинул флешку. Чекает коробку. Сейчас должна полететь граната. Девайс делает первый минус. Все равно, кстати, Зипекса чекает. Но он справился. Хороший хедшот. Киашима наказывает Девайс в ответ. Однако, бомба на длине. Зипекс пытался что-либо сделать. Но его сразу же прошили. Однако, все равно, ситуация 2 на 3. Дюпри, кстати, остается у нас на единицу. Лаки это читает. И через лонг Киашима, по идее, может пройти. Тем более, есть смачок. Но, с счет времени, да, конечно, Мэджерс уже переходит. Еще и ошибается немного игрок с бомбой, Кио. Глейв может хаешку кинуть, но при этом Лаки забирает Мэджерска. А времени-то все-таки не хватило. Ну, как же так? Вроде 13 секунд, бомба на старте. Можно было успеть, но цель Ави. 11-8, команда Астрали спереди. Да, и вот она пауза от Ерезяков. Первая тактическая пауза от них. Да и вообще в матче. Тут уже идет все немного не по плану. Что по деньгам у Ерезяков? Деньги какие-то есть. Они, видимо, закупают девайсы. Кстати, интересно, будет ли снайперская винтовка. Что интересно, я посмотрел там зоник, пока у нас была разминка. Заходил за команду Астрали, пока не было одного игрока. Отстреливал Ерезяков на разминочке. Вспомнил былые времена. Хотя зоник, по-моему, сейчас неплохо стреляет вообще. По-моему, какие-то матчи были. То ли там шоу-матч, то ли что-то подобное. Зоник там то ли против Симпла, что ли, играл, то ли что-то подобное было. Но да ладно. Да, начинается у нас 20-й раунд после тактической паузы от Ерезяков. Посмотрим, что они здесь предпримут. Закупаются тремя галилами АК. Также там два авика у Астрали с... Вот так вот. Ответочка есть. Только эти два авика находятся... Ну, один, получается, даблдор на центре. И один контролирует длину. Ну, или шорт, опять же, смотрит. Девайс тем временем чекает за иксом. Лаки. Ребята подсаживаются сейчас. Все запрыгивают на мясо. Да это все слышно и все понятно. Тут вопрос, как они все-таки выйдут, в конце концов. У них все-таки есть смоки и флешки. И этих гранат, конечно же, должно хватить для того, чтобы классно откинуться и выйти на апплент. При этом у команды Астрали с дюпри с авиком на картинке. Девайс ошибается на центре. Киашима его выловил. И теперь, кстати, можно вообще поменять полностью тактику. Не обязательно выходить на апплент. Но эритики все равно раскинули именно сюда. Дюпри никого не видит. Ловит флешку. Промахнулся. Уходит назад. Тем временем, Дипикс подошел. Коктейль Молотова на апплент. Иксомет ставит бомбу. И пока что все довольно неплохо для команды Эритикс. Мне кажется, этот раунд они могут, в принципе, забирать. Ну да, экономика Астрали на нуле с этими девайсами. Так что, может быть, они даже решат засейвить. Что-то не пойдут никуда здесь выбивать. Понятно, что все они там попытаются выбить, потеряют девайсы. Только усугубят ситуацию, в которую могут войти в ближайшее время. Как мы видим, два игрока в яме. Один игрок в КТ. Ну и один игрок на Б-планте. Так что, действительно, видимо, здесь встречаться уже с Еритиками Астралис не станут. Кяшима тут, правда, бегает. Он попытался найти авик девайса, который лежал на центре. Правда, этот авик уже забирает Глейв. И хранит его на Б-планте. А вот этот авик-то можно сейчас найти и попытаются. Но Маджис, кстати, сделал один минус. И в итоге авик засейвили два авика. В руках Астралис остается. Ставится пауза. Слушай, ну, первая тактическая от Еритиков берут раунд. Сразу же после этой тактической паузы и Астралис берут. Перерыв. Для того, чтобы пообщаться. А вот это уже интересно. Общий счет 11-9. Команда Астралис еще остаются деньги. Девайс с Юмпиком, правда, будет работать. А Глейв, кстати, кстати, почему Глейв с АВП и он мне отдает этот авик. Наверное, потому что они общаются. Сейчас, скорее всего, должны дать друг другу дропы. Или, может быть, он с хорошим... А, наверное, он с хорошим респом на длину. И он попробует сейчас быстренько занять старт. Там сделать выстрел, если понадобится. И потом, ребята, может быть, поменяется оружие. Да, посмотрим. Глейв, вот он бежит. Глейв идет на лонг. Нет, кстати, смотрите, он остается на лонге сам с авиком. Хотя девайс на единице. Ну, должны, по идее, поменяться, мне кажется. Девайс просто Эдрихи фраг отдал. Вот сейчас, да, свапается. Юпика дается. Глейву девайс убирать свой авик. Другого и быть не могло. Пока что смог в двери. Флешка на шорт. Эта флешка ослепляет, кстати, Глейва. Но Зипикс был готов. Но при этом его тут никто не рашит. Флешка полетела уже в ответ. Открывает этот шорт. Никого не находит. Ну и три игрока на аппунте. Вот Астралис. И два на Б. В том, что там на Б тоже авик. Который контролирует как раз выход из темки. Ну и минута времени. Ну, пока что очень аккуратничаю. Это игроки команды Эритикс. Они понимают, что взяв раунд, скорее всего, поломают экономику команде Астралис. И, соответственно, этот раунд, он на этой стадии игры, ну, просто принципиальный. Девайс тем временем на Гусе. Снайпера здесь мы давненько не видели. Позиция неплохая. Но по раскиду у команды Эритикс все хорошо. Поэтому девайс должен будет поменять свою позицию. Вот он ее меняет. Играет теперь на единицы. Начинается выход через зигзак. Огромное количество коктейлей молотова. Прилетает флешка. Никто у команды Эритикс не падает вниз. Остается при этом в нижней темке Невера. И Астралис полностью отдают плента. Соответственно, будут выбивать. А вот выбить его будет трудно. И ключевым здесь игроком должен стать Невера. Посмотрим, насколько он хорошо сыграет. Кстати, не факт, что они будут выбивать, а не сейвят. Да-да-да, это Астралис. Ну, это тоже интересный вариант. Так, когда-то дачане играли. Вот когда мы еще катали против МТВ в 1.6. Тоже сейвили. Они постоянно пытались угадать. Укрепляли один из плентов. То б, то а. И когда у них не получалось, они постоянно сейвили. И это на самом деле очень напрягает. Потому что, по сути, да, ты раунд взял. Но при этом все равно Астралис ведут. И все равно у них будет бай в следующем раунде. Но ты знаешь, что это, возможно, из-за зони, которая все-таки сейчас может говорить во время игры. Вот такой игрок старой закалки. Говорит, сейв, сейв, сейв. Ребят, сейв. Все правильно. Но они еще и фраг сделали один. Выбили хотя бы один девайс из еретиков. Но там деньги имеются, поэтому заку будет. Возможно, даже появится снайперская винтовка. Хотя, как мы видим, еретики и без снайперской винтовки берут 2 раунда. Что, может, и не будут? Нет. Все-таки появляется у Мака. Опять же, фулл раскидка есть. И, похоже, еретики хотят выйти на паритет по счету. 11-11. Посмотрим, получится ли у них это сделать. Опять же, пока что занимают они вдвоем центр. Также один игрок в верхней темке. Поиграйка на пальме находится. В центре. Зипикс здесь пока что контролирует. Справит на шарте. Покидывает молик. Ну и опять же, мы видим, что еретики не особо спешат, да? То есть они реально размеренно, планомерно занимают свои позиции. И потом уже какие-то выходы планируют. Зипикс пока что у нас отвечает за зигзаг. Глейв тем временем на ящиках. Только Зипикс кого-нибудь увидит. Глейв сразу же откинет хаешку. Минута 0.5 до конца. Мака откидывает флэш. Зипикс откинул хае в ответ. И в итоге, как всегда, Астралис показывает нам, насколько круто можно играть с помощью обычных банок. Ну, тут ни для кого не секрет. В этом плане датский коллектив остается одной из самых сильных команд. И, соответственно, не видели еретики своих оппонентов. А в итоге остались втроем без половины своего хп. Вроде как сплита. Они подготовили, оставили в зиге Киашиму. А пойдут в гости к Дюпри. Тот, между прочим, играет с АВП, но один. И, в принципе, Дюпри сейчас будет довольно трудно сделать здесь, например, два минуса. Там флэшки сейчас полетят. Да, есть флэш одна. Еще одна залетает от мака. И Глейв тут в это время в смаках. Прямо напротив Киашима находится. Посмотрим, кто там справится. Дюприз чекает с рекламы. Первый промах есть. Также стреляет прострелом, забирает двоих. Но тут Киашима лаки делает минус. Зипекс поддержал тиммейтер, разменял Киашиму. В итоге ситуация 2 в 3. Времени нет. Но опять же, очень на позднем тайминге решили еретики выходить. И вот буквально какая-то ошибка. Вот этот выстрел с рекламы от Дюпри закончил раунд еретиков. 12-10 общий счет. Но помните, Астрали сейвили. Так в том раунде точно так же и еретики сейвили. Поэтому у них есть деньги. И в принципе игра пока глобально не поменялась. Никто не взял один из таких важных ключевых раундов. Раундов, которые давали возможность брать, ну по сути там, бесплатно следующий. Нет, этого нет. И кстати, даже если литики сейчас проиграют, что-то возможно станет там 13-10. Все равно у них кое-какой бай будет. Потому как лофт бонус практически максимальный. Там вот одной риски не хватает. Тем временем Зипекс готовится принять зигзаг. Играет вместе с Глэйвом. Глэйв, я так понимаю, услышал. Дал инфу. Зипекс из этого упал. Возвращается назад на единицу. Снова, кстати, Киашима просел xms немножко тоже. Остается у нас Дюпри при этом перед лонгом. Команда атаки подходит сейчас под ступеньки на зиге. И начинается все тот же раскид аплэнта, который мы с вами видели. Опять четкая хаешка. Зипекс забирает моментально лаки. Остается на единице. Глэйв пока ничего сделать не может. Зипекс под флешечку сейчас уработать может. Минус xms еще и второй просел. А вот теперь, наверное, вместе с Глэйвом будут действовать. И тут, конечно, еритики попали в настоящий капкан. Да, но бомбу ставят. Втроем остаются. Конечно, два игрока очень близко находятся. Через моб прошивают. Зипекс делает минус. Он не верит. Также Киашима делает минус. Но в итоге скрывается. Глэйв вместе с Мэйджиском Мака. И это раунд для Астралис. А что сейчас-то по деньгам у команды еретиков? Вообще деньги есть. Должен быть бай. Должен быть бай. Они бомбу поставили. Тут 100%. Клисос бонус в районе 3000. То есть у них даже АВП может быть. Вот они, собственно, нам показывают сбоку. Летят авики. Парни делятся с друг другом. Поэтому все хорошо. 13-10. Кто-то видит в этом уже 100% победу Астралис. Но кто-то наверняка увидит возможность все-таки для команды Эритикс еще от камбэчей. Потому что и банок много, и всего. Но надо как-то все-таки немного видоизменить свою игру. Уж много дэмэджа они получают. Дюпри падает на зиге. Команда Эритикс выходит через центр. И дорога на Бэплэнд открыта. Тут теперь очень важно Глэйву вместе с Мэджиском отыграть железобетонно. Но сделать это будет довольно трудно. Потому что со всех сторон вас просто-напросто будет нажимать. Да, тут хаешка под ноги опять залетает игрокам Эритиков. С КТ начинает переходить через шорт. Мэджиск едва сделает Мизусу. Мэджиск так забирает еще одного игрока. Остается лишь два игрока атаки. Тут смок. Под себя Мака бросает. Но его через смок забирает Зипикс. Остаются Решки Ашима, который через верхнюю темку вроде стягивался. Но в итоге не получилось у Эритиков засплитить этот Бэплэнд. Очень неплохо справились опорники. Еще очень своевременно потянулись игроки поддержки с КТ. Ну там с КТ они стреляли. Перетянулись они через шорт. Там все-таки вышли в спину. Так, ну у Киашима нет бомбы. Поэтому здесь можно, конечно, попытаться еще что-то делать. Но тут девайс с авиком на рекламе без шансов. Да, конечно. Это был как раз-таки тот самый ключевой решающий раунд, скорее всего. И команда в большинстве выходила. Вроде все было ок, но индивидуально отлично поработали ребята из команды Астралис. Два до конца у Астралис. Террористы берут из-за этого тайм-аут. Сейчас у них вроде как деньги есть, потому что лосс-бонус максимальный. Но с другой стороны, скажем так, можно и с тэками сыграть. Но при этом отдать 15-й раунд команде Астралис. Поэтому, скорее всего, наверное, купят Галилы Калаши. Но тут надо придумать обязательно какой-то раунд. Даже не придумать. Это должен быть отработанный на тренировках какой-то ваш плохой бай, который вы умеете играть. Да, фишечный какой-то вот такой четко отточенный момент. Ну и как раз-таки делают байгерки команды Еретик. Снова отдают друг другу дропы. Есть снова снайперская винтовка, что неплохо. Мы посмотрим, что они решили. Ну, Мака должен здесь пытаться, конечно, кого-то поймать. Прыгает, байтит, проверяет снайперскую винтовку. Игрок Астралис. В итоге там уже Зипикс немного просел на длине. Ну и, кстати, Глейв вроде тут пытается дальше контролить. На даблдор на центре чекается шорт. Мака здесь пока на пальме высматривает как раз именно центр. Никого пока не встречает. Но там два игрока есть. То есть, в принципе, шанс вели для того, чтобы кого-то там найти. Тут прошивают еще и дверь. Не вера. 3 на 37 хп остается. Молик залетает еще и в коробку. Ну, Астралис прям как будто чувствует. Чувствует еретиков с их позициями. Одного через дверь прошили. Молик в коробку закинули, где было 3 игрока. Еретики. Сейчас опять же останавливают свою атаку. Ну, не знаю, хорошая ли вот эта тактика играть с таким поздним таймингом у еретиков против Астралиса. Астралис со своими гранатами просто держит дальше этот таймер. И потом времени уже у еретиков не хватает. Частенько мы видели на этой карте. Ну, сейчас смотрим на выход. Девайс промахивается. Но есть еще тут Зипикс, который может помочь. Да, мы Зипикса прочекали. Он минус делать не смог. Тут же Молик залетает. Девайсу нужно выходить из ямы. На него просто прыгают десантом. Забирают невера Девайса. Ну, и два минуса делают безответные еретики. Закидывают смоки на КТ и готовы проходить дальше. Глейб здесь, правда, готов шить. Также закидывает ХЕшку. Молик. И вот они, гранаты. 20 секунд. Мэджиск делает минус вместе с Глейбом. Также у нас Клейб делает еще один минус. Еще один минус. Ой, команда Эретикс. А времени уже опять нет. Да, проход через длину не получился. В итоге я ушел на сейв у нас Мака. И счет 15-10. Выход через лонг. Тактика, конечно, довольно интересная, но опасная. Нет сплита. И, соответственно, весь фокус игроков защиты, он, по сути, да, широкий проход, но в одну точку. И там мы видели и коктейли Молотова, и ХЕшки. Не хватило, возможно, даже отчасти гранат нужных ребятам из команды Эретикс. Но мне кажется, что не хватило все-таки, опять же, одного игрока, который мог бы через Сендер как-то подсаппортить или Зик выйти. Лаки с УЗишкой, Галилы у всех остальных, плюс авик от Мака. 15-10 пользу команды Астралис. Они играют сейчас не на своем пике, на выборе команды Эретикс. И, по сути, находятся в одном шаге от победы. Мака чекает Зик, там у нас Девайс, при этом не подставляется. Уже, по-моему, играл. То ли Девайс, то ли Дюпли как раз-таки в этой позиции. Тогда первый килл достался у нас ребятам. Зипекс. 5 четко. Ну, посмотрите. Нам постоянно показывают эти моменты с гранатами. И регулярно у команды Эретикс кто-то проседает наполовину, кто-то на треть. Но, в общем, дэмэджа получают очень много. Гранаты очень хорошие от Астралис. Полностью поддерживают. Там, наверное, дэмэджа, если посчитать, будет на несколько раундов, чтобы забрать Эретиков. Тут у нас пока что. Пикнул в ХМС. Олег полетел не самый лучший здесь от Девайса. Сам выгнал себя с позиции. Пуш ходит. Тут же сейчас находит смог. Опять ХЕ-шка. Ты посмотри, что они творят. Лаки там остается на 15 хп. Ну что, 4 в 5 в меньшинстве Эретики на маппойнте для Астралис. Важный момент. Зипекс заметил здесь сейчас одного игрока. Тут же Девайс делает минус еще по невере. Ну и тут же забирает еще и Лаки. Девайс отстреливает просто как не в себя. Может, даже Ейс еще попытается сделать на этом раунде. Есть минус 4, пистолет. Ну и что, отдадут ли Ейс Девайсу? Отдает, Глайс специально. Бежит аккуратно. Так, Зипекс не отношили смог. Зипекс не дал. 16-10. Борь за командой Астралис. Первая карта уходит в копилку датского коллектива. Мы же уходим, да, на небольшую паузу. И вернемся уже на карте до Инферно. Да, далеко не разбегайтесь, друзья. Продолжение следует...